МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СМИ-телепрограмма «Точка взаимодействия» завершила первый этап создания сквера памяти поколений «Новгородовский погост» старого кладбища в местности Хатын-Юрях, города Якутска, теперь уже по адресу улица Дачная, 46. Благодаря инициативе члена Союза журналистов России и Якутии Олега Леонидовича Желнина, который рассказал в своих телепередачах о старом погосте, это позволило найти родственников захороненных людей. С помощью музея города Якутска прошли исторические исследования старого кладбища и установлено древнее захоронение, надгробная плита 19 века. Это дает право на признание земельного участка примечательным историческим местом столицы Якутии. С данным памятником я познакомился, можно сказать, случайно, как раз по долгу своей музейной деятельности. И довольно интересно, что, казалось бы, такое печальное место, как кладбище, на самом деле имеет величайшее значение связи поколений, потому что здесь захоронены не только герои Великой Отечественной войны, но и одни из самых старых жителей города Якутска. То есть этот памятник, можно сказать, объединяет поколения не только ближайшие, но и те, которые были задолго до нас, подтверждающие древность нашего города. Треируется как новгородское кладбище. Дело в том, что оказалось, что данная земля является семьей Новгородовых. Это целая история. И уже подтверждается в документах, что казаки Новгородовы здесь получили землю от царя. И так вот пошло, пошло. Я предоставлю слово почетному гражданину города Якутска Виктору Васильевичу Шеплеву. Вот на этом участке, это, в общем-то, участок очень памятный. Здесь похоронены тела людей, которые олицетворяли, в общем-то, жизнь 20 века. Среди наших родных здесь походится прах моего родного дяди, моей родной тети. Это все Новгородовы. Здесь же мой двоюродный брат похоронен. Я, вот, впервые, вот, на этом кладбище обывал, когда хоронили дядю, вот это был в 1656-й год. Помню, как это все происходило. Он умер, вот, живя у Новгородов в юрте, который сохранил до сих пор. Вот сейчас, на этом кладбище, у меня кольнуло сердце. Кольнула, ну, может быть, память, может быть, что-то более глубинное, что в таком состоянии находится это, это участок памяти. Я помню, что, вот, у меня отец похоронен на юридическом кладбище. Ну, вот, когда он умер, он умер в 1967 году. Я почти каждую неделю ездил на мастерии, значит, удачил, был молодой, значит, туда, на кладбище, значит, ухаживал цветами, садил цветы, значит, на кладку. Я рядом со мной, значит, там, но с нашей плагинкой была мы ездили одного человека, жена, которая, в общем-то, тоже потеряла его. И, по сути дела, мы вдвоем, в общем-то, ухаживали. Она с моим и два придерживая, на два брата. И, в общем-то, так было где-то в течение трех-четех лет. А потом я как-то приехал, значит, у нее есть. Стирает время, а мы... Пускай я этот мир покинул. Не в этом суть. Лишь приходил бы на могилу хоть кто-нибудь. Душа откликнется мгновенно. Она жива. Когда нас помнят, то нет пленна одна душа. Она умрет, когда забудут живые нас. Прошу вас, помните это, люди. Придет ваш час. Я хочу, чтобы вот этого не случилось с этим участком, с памятным участком. Я полностью поддерживаю инициативу Олега Леонидовича. Это великолепная инициатива. Нам всем нужно поддержать родственников, тех, кто живет в этой земле, и сделать все, чтобы этот участок превратился. Участок всего и памяти, что ли. Спасибо. Хотел пригласить сюда Дмитрия Радулкова. А кто не знает, это... Ну, как правильно сказать? Походу на алгоритм, проще, и понять. Ну, я, когда... Простерялся, что-то говорить даже. Говорить я так не умею. Тут опять, отец меня тут похоронил. Он воевал, опять же, и честь. Ну, и с японцем. Но я, мне что-то говорят только с японцем. Угрозный сын, дядя меня нашел в могилу. Я даже... В магазин Швегидова. Я ваша препарата. С таком. Спасибо, спасибо. Ну, спасибо всем вам, что это вы... Виктору Васильевичу большое спасибо, что он нашел. А сейчас я хотел бы одной безызвестной истории данного кладбища. Один представитель его есть. Спасибо. Я вот удивился, и вам большое спасибо. Многие у отца нашли. Это уже событие. Не знал даже это, что такое. Ну, что я расскажу. Вот мой отец, вот зелененький, это он, закоронен. В 61-м году он умер. Он на 20 лет младше Ленина. В 1890-м году. Олени 1870-го года. Ну вот. И вот мой брат, Сергеев Георгий, он в 1953-м году умер. Но это мама, когда со вторым браком, поэтому вот он не Сергею, а вот мы вот. У нас Зоя, Ян, Наташа, Ян, Николай и я четверо от второго брака. А так у нас у мамы 9 родов, 10 детей. Я самый младший. Моя сестра старше меня на 6 часов. В частных случаях родился я здесь на даче без акушерки, без никого. Вот так вот, бабушка без ног, это как я говорю, вот она принимала. Сначала я, Наташа родилась, а потом через 6 часов я появился. В редчайших случаях в медицинской практике. И то она еще курит и разгадает, бях-тах-тах, сидя, у тебя там еще кто-то есть. Вот в редчайших случаях. Дядя Степан, как его фамилия это? Сергеев. Сергеев, да, Сергеев. Это мои мамы тоже, ну они родственники. Мама-то у меня девичья фамилия Сухарева, а потом замуж вышла, сказала Сергеевой. И вот первый муж ее погиб в 43-м году под Смоленском. Где-то? Да, вот Дима, там письмо было, он такие патриотические письма писал, я вот прям карандашом. С Дальнего Востока его перекинули в 41-м году, война началась, он там служил, туда перекинули. А вот фотографии принес, мой дядя Сухарев, Семен Николаевич в порту был, вот с женой. Он воевал на Дальнем Востоке, а она на Западном фронте. И вот когда, в каком году это было, когда меняли вот это, проверяли. Я у матери нашел в сундуке благодарность Сталина за подписью начальника политуправления Дальнего Восточной Армии, генерал-майора Замахаева. Семен Николаевич и его брат Николай Николаевич. Ну Николай Николаевич, он помоложе, поэтому нас и назвали. Мы два, это, меня Семенов в честь дядки, а брата Старшего в честь того дяди Николаевича. Ну нам запрещали сюда ходить, пугали, все, мы не ходили так. Семен, ну а рыбачили, как мы помнили? А, ну да, при три, да, шли. Поэтому я еще раз очень благодарен Олегу Вердитовичу, твоей команде, за какого класса подняли. Я сам удивляюсь, что тут герой войны Лукин похоронен, я не знал даже. У Зои спрашиваю, старшая, она чуть-чуть поменит. Вот так вот мы гадаем, кто тут похоронен. Не знаю, а знаешь, что почерк дяди Сени, вот этот вот Хантой Каунтус, могилы дела, это фортовские. Ну сегодня мы встретились здесь по решению нашего такого жизненно наболевшего вопроса. Ну вот по захоронениям, ну у меня здесь дедушка захоронен, который нас воспитывал. То есть наш родной дед погиб где-то под Смоленском. И вот его брат нас, маму мою воспитывал, нас пятерых детей. И, ну, довольно-таки хорошо. Все получили образование, все выросли, все медалисты, все пятеро. Ну сейчас воспитали своих детей, вот, и правнуки пошли. При поддержке Якутской городской думы и окружной администрации города Якутска через проект «Народный бюджет» города Якутска состоялось реальное воплощение первого этапа проекта сквера «Память поколений. Новгородовский погост». Мы публикуем фамилии сохранившихся имен в сквере «Память поколений. Новгородовский погост». Но пока еще неизвестны их родные. Терентьев Дмитрий Павлович, 1920 года рождения. Округин П.С. 1874 года рождения. Округина Е.П. 1889 года рождения. Кондаков Н.П. 1870 года рождения. Просим откликнуться родственников этих людей, которые проживали в местности Хатын-Юрях и селе Марха, города Якутска. Шепелевых, Рыбниковых, Силаевых, Округиных, Сергеевых, Поповых, Терентьевых, Кондаковых и других. Это необходимо для создания сайта сквера «Память поколений. Новгородовский погост». Обращаться можно на электронную почту с пометкой «Сквер памяти поколений» или по телефону 8-914-275-31-11 в WhatsApp или прямо на сайт Округ ТВ в рубрику «Память поколений». Видеоматериалы с ми-телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале «Округ ТВ». А на своем телефоне или на компьютере набираете «Округ ТВ», смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс «Округ ТВ». СМИ-телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. СМИ может организовывать прямые эфиры и трансляции с трех камер в интернет с сочетанием других программ типа Zoom или приедет и поможет записать ваше мероприятие с четырех камер. Подробности на сайте Округ ТВ. СМИ-телепрограмма «Точка взаимодействия» Подробности на сайте orм projections�. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...